Давайте, 15 лет Камчатка без вопроса, вот я вижу. Как известно, жителям Камчатки, чтобы добраться до большой земли, нужно купить билет на самолет. И, к сожалению, не всем это доступно. Владимир Владимирович, вы очень давно не приезжали на Камчатку с официальным визитом. Не связано ли это с недоступностью авиабилетов на Камчатку? Спасибо. Камчатка не край земли русской, и именно с неё Владимир Путин начал отвечать на вопросы регионов. А именно, недорогие авиатарифы сохранятся. Это не связано с дороговизной билетов на Камчатку, потому что я как раз попадаю в льготные категории. Обратите на это внимание. 2000 журналистов в зале, но повезло уральцам, как никогда. На первых же минутах удалось задать вопрос журналисту из Екатеринбургского интернет-издания. И сразу о важном. Очереди к врачам растягиваются на месяц в регионах, а зарплата врача настолько низка, может быть, что врачи массово увольняются. Вот вы сейчас сказали о том, что у главврачей может быть высокая зарплата, а у рядовых врачей, даже у хирургов, на порядок ниже. Это одна из проблем, которую мы должны решить. Если мы внутри действующего тарифа ОМС что-то изменим, то тогда денег вообще не останется ни на лекарства, ни на оборудование. О самом важном, несмотря на регламент, журналисты готовы кричать в голос. Если мы будем кричать, вы проявляете неуважение ко всему. Давайте мы так сделаем. Это сделаем как исключение ваш вопрос, ладно? Но, пожалуйста, больше так не делайте, иначе у нас начнется такой восточный базар, и никакого диалога не выйдет. На острую допинговую тему сразу несколько вопросов. И тут регионы затаили дыхание. В Екатеринбурге ждут универсиаду 2023, в Ярославе первенство по волейболу, в Петербурге чемпионат Европы по футболу. Путин посоветовал заранее не волноваться. Рекомендация ВАДА не запрета. Само решение Путин назвал не только несправедливым, но и противоречащим Олимпийской хартии. У нас девочки в фигурном катании выступают, совсем молодые, еще дети почти. Какое к допингу отношение имеют? Да никакого, понимаете? Но они прыгают, там четыре оборота задают, а никто не делает пока. Ну вот их можно со льда убрать в фигурном катании. Таким образом можно? Можно. А зачем? Разве это и пойдет на пользу развитие мирового спорта? О завышенных планках спросили Путина в отношении нацпроектов. Не тяжела ли ноша и не буксует ли идея? У меня даже чувство тревоги там возникло по поводу того, как это будет дальше двигаться. Но вот смотрите, из 38 целей, которые на этот год планировались, 26 мы считаем реализованными задач, 12 не реализованы. Но по такому важнейшему направлению, скажем, как расселение аварийного жилья, мы не просто выполнили это на текущий год, превысили в три раза. Общий тон 15-й пресс-конференции получился сдержанным, хотя чем ближе к концу, тем больше гула в зале. Блокады поднимают все выше, выкрики из зала все громче. В целом же шуток мало, а международных вопросов много. В импичмент Трампа Путин не верит. Транзит газа через Украину частично сохранится, а европейские санкции – зло, хотя импортозамещение пошло России на пользу. Скачок какой в развитии. 24 миллиарда у нас получилась экспортная выручка. Просто невероятно. Никто бы никогда несколько лет назад не поверил. Ипотеку по Дальневосточному со ставкой в 2% просили ввести в Зауралии, чтобы прекратить отток молодежи в Москву. Путин обещал разобраться в том числе и почему банки неохотно принимают материнский капитал. Нужно эту ситуацию менять. Нужно уменьшать количество дней, которые требуются сегодня для того, чтобы внести эти средства материнского капитала в качестве первичного вклада в погашение ипотеки и так далее. И сейчас в целом такие решения принимаются. Количество этих дней будет сокращено почти в два раза. Но, как некоторые мои коллеги считают, и этого недостаточно. Недостаточно оказалось и традиционных четырех часов пресс-конференции. Прямо сейчас в прямом эфире глава государства продолжает отвечать на вопросы региональных журналистов. И все еще теплится надежда Екатеринбургского репортера задать свой вопрос о метро. Быть может, вторая ветка уйдет под землю после директивы свыше. Елена Гордиенко, главные новости Екатеринбурга.